еще раз всем доброе утро дорогие друзья гости коллеги предлагаю начинать наш сегодняшний вебинар коллеги и сейчас пару небольших организационных моментов я расскажу представлюсь кто я чем мы занимается наша компания да формат нашего сегодняшнего мероприятия отвечу сразу на несколько организационных вопросов приблизительно если вы планируете свое время то вебинар где-то у нас 40 50 минут максимум час процессе вебинара у нас будет основная задача продемонстрировать практически пример применения инструмента 1с документа оборот 3.0 корп презентации вот только буквально и рот говорится итак меня зовут максим кин антон если кратко о себе я консультант аналитика 1с компания кадрлайн кандидат технических наук имею опыт преподавания высших образовательных учреждений свыше 15 лет сертифицированный специалист по 1с большой опыт разработки на платформе 1с предприятия в том числе занимался разработкой собственных конфигураций настоящее время профиль моей деятельности это организация и работа в программе 1с документ оборот и в том числе методология в области докуменционного обеспечения управленческой деятельности организационные вопросы по вебинару запись вебинара у нас будет запись вебинара будет вам предложено если вы захотите продублировано по ссылкам при регистрации по запросу также записи размещается на нашем канале наша компания в youtube и на официальном сайте а продолжительность я сказал примерно 40 50 минут убедительная просьба не включать микрофон без согласия ведущего чтобы не создавать помехи и не было сумбура в эфире ответы на вопрос у нас подразумевается в конце вебинара свои вопросы можете оставлять в чате если кто-то в чате кому-то неудобно писать длинные тексты в конце вебинара можно выключить микрофон и задать свои вопросы прям в прямом эфире если вопросы есть пожалуйста по организационной части вопросы пока пишите в чат а я перехожу программе вебинара в принципе она у нас была заявлена просто картинка расскажу чем займемся что мы сегодня с вами рассмотрим и так в рамках вебинара мы с вами посмотрим настройку видов мероприятий в программе какие бывают мероприятия чем чем отличаются да то есть какие принципиальные настройки настройки обработки документов поймем в чем различие обработки документов от обработки мероприятий какие бывают роли и участники в рамках мероприятий и задания этих ролей для каждых видов мероприятий. Какая существует методология порядка подготовки программы, то есть если мы говорим про мероприятие, как правило, это мероприятие, имеющее определенную программу, то есть заявленный спикер, участники, время для проведения, время докладов, вплоть до того, сколько фактического и планов у нас с вами тратится. Рассмотрим пример сбора информации для мероприятий, как с ними ознакомливать участников, которые зарегистрированы, с которыми заявлены. Посмотрим, как утверждается и программа, и ознакомливается, как это можно сделать посредством программы 1С документа оборот. Какие существуют механизмы согласования даты и времени. Для этого, коллеги, мы немножко затронем такой инструмент, как 1С календарь, то есть календарь в программе 1С, потому что непосредственно связано с учетом рабочего времени, то есть все мероприятия, они тем или иным образом взаимодействуют с рабочим временем сотрудников. Поэтому здесь мы тоже немножко посмотрим, как это осуществляется, как можно это легко и быстро настроить. Мы рассмотрим механизм порядок переноса даты и времени, то есть бывают случаи, когда мероприятие назначено, но вы по каким-то определенным причинам, допустим, спикеры, либо там руководитель не может перенести, потому что мы с вами рассматриваем целый спектр мероприятий, мероприятий как протокольные, грубо говоря, то есть организационно-правовые какие-то и мероприятия, в том числе, допустим, вебинары, внутренние какие-то мероприятия, которые проходят вас, может быть, в вашем подразделении, в вашей организации, в том числе можно и делать приглашение внешним сторонникам. Посмотрим, какая существует политика настройки доступа в документообороте к мероприятиям, то есть как образуются у нас с вами группы, согласно созданным мероприятиям, как можно сделать настройку по грифу доступности, если это используется в компании и так далее. Практически мы с вами создадим кейс, да, то есть разберем практически пример порядок внедрения введения протокольных мероприятий, да, и учет выдачи поручений, то есть, собственно, основная задача как раз вот этого инструмента в документообороте, да, то есть мы с вами прекрасно понимаем, что документооборот это и система, которая в том числе предназначена для учета и организации управленческой деятельности, то есть в ней присутствуют эти механизмы. К сожалению, на сегодняшний день они используются не в полном объеме, но тем или иным образом они присутствуют, и они достаточно гибкие и удобные с точки зрения контроля исполнительной дисциплины. Если мы с вами говорим про документы, да, то есть исполнительного характера, ну, в большинстве случаев, наверное, это в госструктурах, в госучреждениях, когда есть понятие контроля, но в том числе и в коммерческих организациях случаются лучи, да, то есть есть моменты, когда нужно это дело все организовать. Ну, и второй кейс, коллеги, у нас вот тут сереньким отмечен, да, на слайде, это проведение голосования по вопросу программы мероприятий, то есть существует, допустим, такое понятие, когда, например, сбор акционеров и выносится на повестку мероприятия, там, совещание самсовета ректоров, вопрос о увеличении какого-нибудь там бюджета на какое-то направление, да, то есть нужно провести голосование. Так вот, как раз инструменты 1С документооборота позволяют это дело организовать, то есть голосование, я здесь сразу предупреждаю, оно открытое, а здесь нет тайного голосования, но опять, если есть необходимость функционала проведения тайного голосования, то это можно реализовать гибкими средствами уже доработки. А здесь, если есть какие-то вопросы, задавайте, если вопросов нет, то мы уже сразу давайте тогда перейдем к самому главному. Коллеги, я с вашего позволения тогда презентацию закрываю, потому что она нам больше не понадобится, это вот максимум три слайда, и перехожу к демонстрации основной конфигурации. Сразу хочу вас предупредить, я буду показывать на демонстрации корпоративных цветах нашей компании Кадрлайн, и может быть кому-то это будет непривычно, потому что все привыкли видеть вот такой вот, да, вот интерфейс дружелюбный, желтый, серый, белый для себя. Ну, это, в принципе, тоже настраиваемое. Мы будем смотреть на данный конфигурации. Итак, собственно, с чего мы с вами и начнем. Начнем мы вообще с понятия, да, мероприятия. Что такое мероприятия, откуда они берутся и чем они характеризуются. В документобороте есть такой инструмент, как календарь. Где его можно посмотреть? В принципе, календарь у вас находится на главной странице, на начальной странице программы, и вот он доступен по ссылочке. Если мы нажмем календарь, то увидим, да, то есть, ну, типовой функционал календаря, как мы с вами привыкли видеть его в своих даже CRM-системах, смартфонах, компьютерах и так далее. То есть, он позволяет здесь планировать работу сотрудника. Что здесь принципиально такого особенного в календаре, да, в этом механизме, в отличие от механизма, допустим, того же самого Google календаря. То есть, здесь встроены уже механизмы и средства платформы самой конфигурации, которая позволяет, допустим, ввести бронирование каких-то помещений и ввести учет это в календаре, ввести учет своего рабочего времени. Безусловно, наша компания, но как бы тоже занимается доработкой, связанной, допустим, если у вас есть календари в аккаунте Google, Яндексе, личные какие-то, мы это можем делать, это внедрить сюда, потому что встает вопрос иногда, а как вот быть? У меня вот шесть календарей, здесь у меня календарь мероприятий, здесь я там ответственный по календарю за руководителя, тут мне нужно, вот можно как-то все в один. Да, безусловно, это все дело можно, все делается доработкой и устраивается в этот календарь, потому что в дальнейшем это календарь, это ваша загруженность, она используется при планировании мероприятий. Я вам сегодня это дело продемонстрирую. Ну, здесь, я думаю, вопросов нет, это типовая история, связанная с календарем, где, собственно, сами находятся наши мероприятия. То есть мероприятия, опять-таки, они у нас могут быть с вами либо в справочниках, либо в совместной работе, либо можем их вынести на главную страницу, начальную страницу в виде виджета, да, то есть можно посмотреть, настроить соответствующим образом, и здесь появится такой же блок, где будет написано мероприятие. Ну, как правило, когда вы вносите запись календаря, то эти мероприятия у вас будут высвечиваться здесь. Ну, в чем минус? Здесь показывается только там, по-моему, пять или шесть мероприятий. То есть если у вас там в день восемь созвонов, то вы понимаете, безусловно, что это не поместится, ну и ни к чему. Сортировка здесь идет по дате и по времени. Давайте посмотрим, значит, мероприятия в совместной работе. Можем зайти в мои мероприятия, либо есть вот все мероприятия. Обратите внимание, здесь уже есть два созданных, два типовых мероприятия. Одно из них красненькое, другое зелененькое. То есть зеленым это у нас находится в стадии подготовки. То есть либо оно, может быть, у нас закончилось, проведено. А красным это, как правило, когда дата уже прошла. То есть вот мы видим двадцать четвертая, но видите, вот здесь такая пиктограммка половинку. То есть наполовину мероприятия дата прошла, но мероприятие до конца в программе не оформлено. То есть там не хватает каких-либо действий. Я вам покажу, почему это связано. Проведенные мероприятия, они у нас без выделения цвета будут, ну и серые мероприятия, которые отменены. Итак, какие же бывают виды мероприятия? Чтобы посмотреть виды мероприятий, нам нужно с вами зайти в справочники виды мероприятий. Справочник под системой НСИ, то есть справочник виды мероприятий, типовая форма. И здесь вот пока у нас только одно проектное совещание. Давайте просто я для примера сейчас создам, открою, да, то есть посмотрите карточку мероприятия. Ну и назовем, допустим, его совещание. Обратите внимание, мероприятия тоже могут быть включены в реестр. Что означает протокольное мероприятие? Протокольное мероприятие, это значит, что мероприятие, на котором будут приняты и зафиксированы какие-то решения. Ну, например, там, вот я рассказывал, да, то есть там собрание каких-нибудь декционеров дают указания генеральному директору повысить план продаж в таком-то число. Соответственно, это все дело фиксируется под протокол и направляется посредством системы 1С документа оборота непосредственно к генеральному директору исполнения. Ну, а дальше генеральный директор уже принимает решение ставить задачу на основании полученного протокольного поручения. Собственно, вот эта галочка говорит нам о том, что у нас протокольное мероприятие. Мы как раз-таки сегодня в рамках примера будем рассматривать такое протокольное мероприятие. Ведет куратор, да, то есть что означает ведет куратор? У мероприятия может быть куратор. Мы с вами посмотрим роли участников, которые есть в самой карточке, а это прям именно вид. То есть мы можем сказать, что вот совещание конкретно ведет куратор. То есть куратор может быть там помощник руководителя, либо там ответственный там советник за вот эти совещания. И здесь он указывается. Помещение. Помещение указывается здесь по умолчанию, то есть где может проходить. Это, соответственно, справочник помещения территории. Ну, вот у нас, допустим, есть только онлайн. Комментарии, коллеги, комментарии здесь используются. Это чисто такая справочная информация, чтобы зайти посмотреть элемент справочника, понять, ага, совещание. А какое это совещание, да, то есть мы можем здесь ввести какое-то предварительное описание, вот, то есть написать, что там совещание по вопросам того-то, того-то. Для чего это нужно? Дело в том, что как единичное звено совещания, у нас может, допустим, быть совещание один, совещание два, либо там совещание по безопасности, да, там совещание по вопросам кадрового резерва. Чем связано? Связано это будет все у нас с вами с обработкой. То есть для каждого мероприятия имеет место быть своя обработка событий, да, допустим, в каких-то мероприятиях достаточно уведомить пользователя о том, что будет проходить вот такое-то мероприятие. Это одна обработка, один маршрут. В другом мероприятии, допустим, да, необходимо собрать предварительную информацию, либо затребовать там отчеты. Допустим, мы с вами назначаем мероприятие. Аттестация, да, то есть аттестация сотрудника там по вопросам его профессиональной деятельности. Мы запрашиваем у него заполненные анкеты, то есть у нас должно быть в маршрутах прописан механизм, мы его запрашиваем. Есть небольшие особенности отличия в автоподстановках и в алгоритмах проверки в мероприятиях, в отличие от того, что мы принято использовать, с вами используем в документах. Поэтому здесь я вам покажу на примере. Сейчас это все эфемерно, непонятно. Здесь, в принципе, больше ничего нет. Да, также мероприятие можно добавить какой-то. Ну, давайте запишем сейчас. Дополнительные свойства значений, то есть, допустим, если мы говорим, что должно быть, например, какой-нибудь привязки, давайте вот для примера возьмем к дате, допустим, да, вот дата или там дата, чего у нас там дата совещания, а дата, допустим, дата подготовки. То есть сейчас это как бы не критично, то есть оно нам не столько играет большую роль, что это за дата, просто дополнительные поля, которые мы, коллеги, можем уже на этапе настройки самой системы самостоятельно, без привлечения программиста, да, то есть здесь без привлечения дополнительного какого-то резерва ввести. Иногда бывает, допустим, совещание там по вопросу какой-то задолженности, и нужно поставить там значок, допустим, дату актуальности отчета, да, дату представлена актуальности материала, то есть это как вариант. Либо мы можем с вами ввести дополнительные значения, привязать к объекту документа, да, который уже существует. То есть, допустим, перед тем, как выводить, приходить на совещание, у нас должен быть создаться какая-то родительская сущность в программе, то есть должен быть документ там, реестр платежей. И пока мы не заполним это полем, да, то мероприятие не может начаться. Ну, это вот пока все обобщено, давайте просто посмотрим на примере уже заполненного вида мероприятия. Это проектное наше совещание, оно у нас включено в реестр, это протокольное, ведет куратором без дополнительных. В чем здесь особенность? Классика. Наши с вами любимые действия. Предоставить предложение, да, материалы, файлы. Тип действия исполнения, то есть у нас приходит задача к участникам мероприятия о том, что вам нужно приложить материалы. Он прикладывает материалы и нажимает кнопку исполнения, то есть задачи исполнения. Формировать программу мероприятия. Это уходит на откуп секретарю, мероприятия, да, то есть опять-таки, когда он сформировал, исполнил. Следующая задача маршрута у нас с вами пойдет в согласование, да, утвердить программу. Утверждает программу мероприятия у нас с вами председатель. Причем, коллеги, обращаю внимание, что сейчас, наверное, не совсем понятно. Участник, председатель, секретарь, откуда он берется, да, то есть как я сейчас эти слова тут повлиял, где в справочнике найти, а как их назначить. Не переживайте, мы с вами это посмотрим. Я вам покажу, потому что для каждого мероприятия может быть свой председатель, может быть свой секретарь, вне зависимости от того, да, то есть какой вид мероприятия. То есть мы с вами можем проводить совещание, но там совещание у каждого отдела будет свое, и там будет каждый секретарь свой, там каждый председатель, руководитель будет свой. То есть они знают, что мы должны это все обобщить. То есть программа позволяет гибкими средствами нам эти данные задать. Я вам покажу. Сейчас мы просто пройдемся по типам. Ознакомиться с программой мероприятий, то есть это процесс стандартного ознакомления, приходит она всем участникам, ознакомливается, провести мероприятие. Здесь такой некий, знаете, коллеги, точка остановы, как мы говорим, да, то есть чтобы механизм дальше не шел после того, как они ознакомились, да, мы понимаем, что мероприятие-то надо провести. То есть мы не можем там подготовить протокол сразу после ознакомления. То есть мы должны выполнить действие. Мы приходим с нами на совещание, дискутируем, приходим к какому-то итогу, готовим протокол и уже дальше как идет. Единственное, что сразу скажу, коллеги, здесь у нас в типовом примере не оговаривается каких-либо разветвлений, что в случае, вот если там председатель не утвердил протокол, то сначала собрать мнение коллег, либо сначала секретарь готовит протокол, собираются мнения участников мероприятия, чтобы у них уточнить, а правильный секретарь там внес в протокол информацию, которая была докладчиком, да, представлена в процессе совещания, либо решение было принято. Это все индивидуально, коллеги, здесь невозможно, да, за одну, как говорится, встречу это все рассказать. Но программа нам позволяет отстраивать гибко маршрут. То есть мы сейчас откроем с вами схему, увидим, то есть она здесь просто последовательно блок за блоком, действие за действие, но опять, если мы нажмем с вами кнопку изменить, нам никто там не запрещает сделать какие-то, да, вот передвижения, перестановки и добавить, допустим, какие-то дополнительные действия. То есть опять-таки действие могут быть у нас с вами по тем, которые есть, либо, допустим, мы можем действие добавить какое-то, да, то есть написать скрипт, добавить алгоритм и сказать, что а вот мероприятие должно сначала там регистрироваться. Вот, допустим, да, вот мне сейчас открыт скрипт, авторегистрация, но это для документов. А у нас там должно быть сначала, допустим, кворум набраться. То есть когда регистрируется, если кворума нет, то не собирается. И опять-таки мы посредством вот этих скриптов можем прорисовать все наши условия. То есть человек опять ведет информацию не на бумажке, не в каком-то ежедневнике, а все централизовано в одном месте. Это и удобно, и в том случае, ну, всем мы люди, да, нам имеется место быть какие-то проблемы, дела. И поэтому если вдруг секретарь по тем или иным причинам не смог присутствовать на мероприятие, быстро находится ему замена. Человек, который его замещает в курсе дела, заходит в программу, заходит в карточку мероприятия, ознакомливается с теми записками, которыми все было представлено, и ведет мероприятие. То есть это очень удобно. Не надо ничего объяснять, передавать и переносить лишний раз встречи. То есть вот эта программа позволяет нам делать. Ну, я здесь сохранять не буду. Опять-таки, обратите, пожалуйста, внимание, что мы сейчас с вами перейдем в правила обработки, и у нас, да здравствует последний релиз, есть замечательная функция, да, то есть ознакомиться с программой мероприятий. Я думаю, что все увидели, что теперь процесс ознакомления его системы может перешагивать, продолжать обработку, вне зависимости от того, ознакомился сотрудник или нет. То есть мы не ждем, пока все ознакомятся. Эта задачка поступает на ознакомление пользователям, то есть участникам мероприятия, а бизнес-процесс идет дальше, да, то есть он перешагивает, фактически доходит до этапа ознакомиться с программой, рассылает задачи уведомления всем участникам и переходит к следующему. Если это, опять-таки, неудобно, вот чем хорош новый релиз, можно дождаться, ожидать завершения. То есть нажмем в сказочку кнопку подсказки, то увидим. Если настройка включена, обработка перейдет к следующему действию, не дожидаясь выполнения задач ознакомления, да, то есть ожидать. То есть ожидать завершения, то есть мы с вами ждем. Но, как правило, знаете, это не требует. Объясню почему. Вот есть сроки мероприятия, да, здесь они проставлены. Это не табу, опять-таки, это вся история, вы помните, что она вся настраивается в зависимости от тех требований, которые существуют в организации, да, то есть кому-то там достаточно для предоставления материалов два часа, один день, кому-то там надо готовить неделю, кто-то мероприятие готовит там за полгода, кто-то за два дня. Соответственно, каждый этап, он идет за собой. Но это не значит, что, допустим, вот этап подготовки и формирования программы, оно идет последовательно, да, я вам показывал, что мы можем в схеме настроить таким образом, что вот этот и вот этот этап, они идут параллельно. И для этого нужен один день. Тут тот же самый день. То есть один день и для подготовки, и один день для формирования программы. Ну, объективно, да, то есть это вот мы можем расположить этапы за параллелей. Но мы с вами понимаем, что секретарь не может сформировать программу в один день, пока не предоставлены все материалы. Потому что, ну, практики, как правило, да, там до последнего момента, до последнего дня кто-нибудь, до один, да, вот не предоставит. Хотя, расскажу из опыта внедрения в компанию, коллеги, такие вопросы и случаи встречаются, и, ну, мы понимаем, что программа не решит все наши проблемы, да, то есть где-то нужно привлечь и инструменты руководителей, то есть какие-то инструменты менеджмента. И в одной из компаний нам сказали, а у нас вот так. Если человек за один день не представил, значит, его вопрос снимается, и плюс-минус грейд ему там с квартальной премии. То есть мы, говорит, наоборот, теперь видим, кто выполняет задачи в срок, кто старается и идет в развитие для компании, а кто, как говорится, много говорит и мало делает, да, то есть этот инструмент, с точки зрения регуляторного менеджмента, он позволяет отслеживать вот эту исполнительную дисциплину, и это в контексте только самого мероприятия. Вернусь к обработке, что я вам хотел бы здесь показать. Вот вы видите, в действиях написано, участник мероприятия, секретарь мероприятия, председатель. Коллеги, это уже заготовленные автоподстановки самой системы, то есть в системе документ-оборот из коробки уже очень большое количество функций в отношении вот этого мероприятия, да, то есть обратите внимание, автоподстановки, и он показывает, какие здесь есть роли. То есть если мы с вами провалимся в саму эту карточку, мы увидим, что здесь уже скрипты для нас написали, и видите, они предопределенные, то есть я не могу их никак отредактировать. И опять-таки, если мы с вами говорим, что нам нужны какие-то особенности, да, вот допустим, председатель мероприятия, и мы понимаем, что председатель мероприятия в нашей компании, это может быть только вот, ну, исключительно генеральный директор, вот даже учредители не могут, вот только генеральный директор, вот такая политика компании. Опять-таки, коллеги, это все настраиваемо, то есть мы можем сделать соответствующую настройку, проверить, перепроверить, с вами это дело протестировать, посмотреть, главное, чтобы был результат тот, который хотите вам, да, то есть под потребности бизнеса и адаптируемся, то есть вот это самое главное, и документоборот, он позволяет уже, в принципе, без дополнительных настроек очень много учесть нюансов работы и тонкостей в подготовке мероприятий, работе с документами и так далее, то есть вот здесь это есть, по умолчанию, ознакомиться с результатом, ну, здесь классически, как и с документами, если не указывается, кого ознакомить, то ознакомиться с автором данного документа, опять-таки, обратите внимание, если автор не указан, то считается тот, кто создал документ, он, в принципе, является автором, ну, собственно, это логично, это нормально и практично для системы, здесь, думаю, что вопросов не должно быть, это вкратце вот рассказал особенности мероприятия и обработки документов, и какие виды мероприятий у нас, собственно, с вами и бывают. Давайте все-таки перейдем к созданию мероприятия, основному элементу, который нас интересует, и посмотрим, как это будет выглядеть. Создать, да, то есть создать мероприятие, и вот здесь слева, коллеги, есть справочник, то есть мероприятие, которое мы с вами только что создавали, то есть вид, и вот этот вид, он высвечивается в форме списка, проектное совещание, либо просто совещание, поэтому, коллеги, важно для себя отметить, когда вы создаете виды мероприятий, справочники, вот визуально здесь можно определить, что за совещание, но если мы сейчас с вами создадим, ну, давайте вот для примера я создам еще одно совещание, грубо говоря, да, то есть совещание-совещание, и перейду на карточку, то уже вот в самой форме карточки тяжело понять, а какое совещание-совещание мне нужно, да, то есть, а вот это протокольное, а вот это ведет куратор, а вот какая схема обработки там вот у этого совещания, поэтому старайтесь не допускать того, что если вот это, говорю, из случаев компании уже по внедрению, когда создают и говорят, а вот у нас можно мы назовем вид протокольное мероприятие, конечно можно, и они создают пять карточек протокольное мероприятие, каждый раз, знаете, вот это начинается игра в угадайку, а какое сделать, хотя бы, хотя бы можно просто, да, вот в совещании там, допустим, сделать какой-то либо префикс, либо отличительный признак, чтобы вы понимали, чтобы вам было проще, то есть это совещание, это в принципе вид, это системная настройка, она нигде у нас ни на что не повлияет, она просто задает механизм обработки, вот, наименование, наименование наше с вами мероприятие, то есть какое мероприятие, давайте я прям вот, чтобы мне было сегодня попроще, я прям вот буду брать мероприятие, которое проходит у нас сейчас с вами, то есть название, указывается по названию, дальше описание, в описании я прям вот могу вставить описание мероприятия, которое у меня было в анонсе, то есть это описание мероприятия, вы описываете предмет мероприятия, что нужно сделать до мероприятия, какие-то процедуры пройти после мероприятия. То есть, коллеги, это то, что увидит пользователь. Соответственно, чем больше информации мы здесь напишем, тем проще ему будет адаптироваться и понимать, к чему готовиться. Собственно, два поля заполнения. Переходим к правому. Важность – это обычная, высокая, низкая, если она у вас используется, мероприятие, гриб. Вот о чем мы с вами говорили, когда была презентация, я говорил, как можно ограничить. Посмотрите, коллеги, здесь, в принципе, есть гриб, конфиденциальный и основной. То есть, конфиденциальный – это тот гриб, когда у нас определенные группы сотрудников имеют доступ, а основное – это все сотрудники. Не совсем, может быть, корректно с точки зрения организации методологии, но мы можем создавать грибы, допустим, под определенные виды мероприятий. Допустим, чтобы другие сотрудники их не видели, то есть не имели доступа, то есть не переходилось к ним вот это. И вот этот гриб как раз-таки – это как один из способов. Он позволяет просто закрыть доступ к данным видам мероприятий. То есть, просто если там проходит собрание акционеров, грубо говоря, к этому мероприятию, к материалам имеют только определенные люди, то есть определенный круг людей. Это, опять-таки, у нас позволяет соблюсти закон о сохранении персональных данных и, в принципе, закон о коммерческой гостайме. В папке. Настоятельно рекомендую папке создавать. Ну, у меня, допустим, сейчас файловая система. Если вы используете клиент серверную, да, то есть на сервере создавать, размечать тома, ну, это уже настройки специалистов вашего, говорится, учреждения. Для чего? Чтобы при копировании, при восстановлении, при каком-то сбое, да и вообще, в принципе, чтобы искать материалы мероприятий, достаточно было просто зайти на сервер в одну папку и посмотреть. Потому что мы с вами будем прикреплять файлы, эти файлы будут размещаться на хранении на сервере. И когда говорят, а можно нам вот файлы вот эти вот как-нибудь там скопировать, скачать, да, то есть, ну, мы с вами посмотрим, что, в принципе, можно будет их скачать как бы из карточки документа открыть, да, но вот иногда бывает, что можно все. А вот, допустим, нам нужно вот, например, там, да, вот почему говорил гриф. Нужно, допустим, по одному виду мероприятий конкретно скачать все файлы. А вот там вот посмотреть, а вот там вот зашить, а вот там прошить. Ну, не буду перечислять, да, то есть определенные бизнес-процессы, они в той или иной организации свои, поэтому такие запросы, они случаются. Дальше. Предмет. Предмет мы с вами здесь, опять-таки, можем выбрать, это может быть либо документ, либо файл, либо контрагент. Это, собственно, о чем я вам и говорю, да, то есть предмет, ну, допустим, можете его не указывать, может быть, это документ. Поступило входящее письмо, например, жалоба, да, и у нас с вами есть вид мероприятий, это совет по рассмотрению жалоб или обращений физических лиц. И вот как раз-таки предмет, он может быть сюда подкреплен, и уже пользователь, когда получит приглашение на мероприятие, он этот предмет увидит. Место проведения, это в том случае, как бы, да, мы с вами, у нас онлайн мы выберем, но, возможно, это будет там корпус 5, секция 8, этаж 44, пятая парта слева, восьмой стул у стены, да, то есть мы с вами указываем, это конкретно помещение, то есть где будет проходить мероприятие, то есть куда, куда прийти. Если онлайн, то онлайн. Коллеги, обратите вот здесь, пожалуйста, внимание на следующий момент. Организатор, это понятно, тот, кто готовит, а дата начала, то есть вот дата начала, и здесь указывается время. Время, вот у нас с вами сегодня началось в 11.00. Вот это важный стартовый момент, который позволяет нам отталкиваться в календаре и искать рабочее время свободное. Мы сейчас с вами посмотрим, да, то есть вот это свободное время будет как раз-таки искаться, и туда закладываются условия вот этого начала. И мы говорим, что у нас с вами, допустим, мероприятие час закончится тогда. Это у нас с вами идет, коллеги, плановое. Я вам покажу потом, как отметить фактическую, потому что существует, ну, к сожалению, всего не расскажешь, а существуют инструменты контроля, то есть инструменты продолжительности совещаний, потому что есть компании, в которых считают, если совещание идет больше 40 минут, непродолжительно, неэффективно, нужно принимать какие-то меры, да, то есть включать какие-то, ну, дисциплинарные даже, возможно, мероприятия. А это, как правило, в каких-то холдинговых компаниях, где жестко прописаны правила игры. Вот, здесь это есть. Вопросы вижу, коллеги, можно я буду на все вопросы, еще раз таки говорю, отвечать в конце, потому что, возможно, я сейчас ответ, и вы получите. Дальше, вот мы переходим с вами на лист с участниками, да, то есть участников можно также классически подобрать, и вот у нас внизу, обратите, пожалуйста, внимание, есть такое понятие председатель и секретарь. Смотрите, это выпадающий список, и там пока только администратор, и секретарь только администратор. Почему? Потому что и председатель, и секретарь выбираются, коллеги, вот из этого списка, то есть тот список, который мы сейчас с вами ведем, мы оттуда и выберем. Ну, давайте вот возьмем, для примера, кого-нибудь, первый заместитель, возьмем службу дела производства, юридический отдел, да, то есть готово. То есть вот мы с вами посоздали, ну, нехорошо, заместителя, давайте я все-таки его выберу, коммерческого директора, потому что это роль, а нам нужно делать, вот. Соответственно, на список подготовили, и теперь у нас председатель может быть любой из этого списка. Ну, вот мы с вами говорим, что председатель, в данном случае у нас будет, ну, давайте, мы не добавили генерального директора, добавим генерального директора, и давайте скажем, что генеральный директор будет у нас председателем секретарем, у нас будет, ну, давайте, поработаю я секретарем. Коллеги, вот здесь есть понятие состояния, отправлено приглашение, принято, не принято, их не нужно трогать, нежелательно. Приглашение, как отправляется, я вам сейчас покажу. Давайте посмотрим здесь, что осталось в табличке. Явка. Вот явка обязательно, не обязательно, допустим, мы говорим, что вот коммерческий директор обязательно, служба делопроизводства, начальник обязательно, может быть, у всех явка обязательно. Ну, то есть, опять-таки, инструмент контроля. Сотрудник видит, нужно ему или не нужно. Отсутствовал. Графа отсутствовал, ну, понятно, заполняется после того, как мероприятие прошло. А приглашение. Вот здесь вручную не рекомендую проставлять. У нас с вами есть кнопка отправить приглашение. Я сейчас отправлю, я вам покажу, как это делается. Как только мы нажмем кнопку отправить приглашение, у всех приглашения разошлись. Может быть, единственное, что вручную там кому-то вы отправляете, каким-то образом добавили, отправили, да, то есть, приглашение принято, не принято, это тоже сейчас расскажу. Проверить доступность, либо подобрать время. Вот мы с вами посмотрим, время, все участники свободны. Пожалуйста, да. То есть, у всех, у нас все свободно. Ни у кого ничего в это время нет. Проверить доступность. Все участники доступны. А давайте мы сейчас с вами возьмем и скажем, что вот у администратора, да, то есть у меня сегодня будет мероприятие. вот какое-нибудь мероприятие я хочу создать в это время. Гуляю. Ну вот захотелось мне в рабочее время погулять, да. И вот помните, я вам говорил, что сразу появится наш список, да. Я, вот он есть, я гуляю. Давайте вернемся теперь и посмотрим. Подобрать время. Мы должны с вами посмотреть. Он пишет, все свободны, занят. Видите? Общий занят. То есть, кто занят. И мы с вами смотрим, что занят у нас с вами администратор. Когда он занят? С 11 до 13 на 45. Хорошо. У нас только выбирает свободный. А мы ему говорим, что у нас в 11. Да, то есть в 11. И опять-таки, свободный. Прекрасный. Но, когда мы переходим на сетку, мы видим, кто у нас занят. Общее, это как раз-таки показывается общее сведение. А занятость, это уже по конкретным сотрудникам. То есть, мы можем это дело выбрать. Несмотря на это, на все. То есть, система нам показывает, информирует и говорит, что вот, ну, мой друг у нас занятый, но раз ты очень хочешь, то ты можешь это дело все организовать. Давайте посмотрим еще одну особенность. Вот мы знаем, что у нас Володина Ольга, она сегодня отсутствует. То есть, если мы откроем карточку, посмотрим. В отпуске. Давайте попробуем посмотреть, что будет с ней, когда мы ее добавим на мероприятие. То есть, мы опять-таки нажимаем подобрать. Вот, видите, во-первых, система показывает, что она отсутствует. И она, как бы, не давая, прошу прощения, я просто не нажал добавить. То есть, в принципе, мы уже видим информацию о том, что сотрудник отсутствует. Ну, как бы, да, ты же зрячий человек, ты же видишь, что как бы, но тем не менее, система говорит, ну, раз ты настаиваешь, ради бога, потому что бывают случаи, да, когда, допустим, вот всегда надо, чтобы сотрудник присутствовал. Допустим, генеральный директор. Он должен присутствовать всегда, вне зависимости от того, там, занят он или не занят. Он может там в отпуске, но зайти. Вот настолько он заботится. Опять-таки, вот видите, мы нажимаем кнопочку проверить доступность, и здесь уже появляется занят, отсутствует. Да, то есть, и можем подобрать время. Подобрать время, и он показывает, что вот время, когда будет свободно. Да, то есть, вот 25-го, 12-го свободно. Но, опять-таки, Володина отсутствует целый день. И таким образом, коллеги, создается у нас с вами вот механизм, когда мы с вами можем это все продемонстрировать. Давайте представим, что вот у нас секретарь, он настолько безответственный, что вот он решил, что не будет проверять доступность, потому что генеральный директор сказал подготовить, и он готов. Все. Да, то есть, готовим договорить. Вот мы готовим. Здесь, в принципе, все, перейдем в саму программу. В программе. В программе мероприятия у нас с вами формируется по времени. Для этого мы нажимаем кнопку добавить, и здесь открывается окошко. Обратите внимание, содержание, то есть, что у нас здесь может быть. То есть, вот пункт мероприятия, которое есть. Ну, вот давайте, настройка мероприятия, ответственность. И, опять-таки, здесь выпадающий список из того, кто есть. Коллеги, если мы устанавливаем галочку требуется принятие решения, это как раз-таки говорит нам о том, что мы для вот этого пункта программы потом создадим протокольное решение. И вот здесь мы задаем план, факт, то есть, сколько мы можем ему отвезти? 10 минут. Сказал им, ну, он говорит, нет, за 10 не уложусь. И здесь опять система нам предлагает гибкую настройку. Да, пожалуйста, не хочешь 10, давай тебе вот дадим там 27 минут. Хочешь? Пожалуйста. Мы запланируем. То есть, мы предварительно уже отводим время и знаем, сколько этого дела будет идти. Дальше давайте добавим, давайте посмотрим настройку, допустим, у нас следующее. Давайте дадим это ветровое. И скажем, что это будет 10 минут. Вот, видите, у нас с вами фиксируется решение, принято, не принято. Я потом это прокомментирую. Добавить еще одно. Еще одно. Давайте я добавлю вот такое. Добавлю я именно. И пусть она, это будет 2 часа. Я просто принципиально вам хочу показать. Коллеги, посмотрите, мы с вами, когда планировали, да, то есть у нас вот здесь время, видите, сместилось из-за того, что мы подбирали. Если мы вернемся назад и скажем, что у нас мероприятие будет с вами всего идти 1 час, потому что мы так запланировали, то в программе, да, сейчас она пересчитается, уже даже пишет, видите, превышена на 1 час 37. То есть, механизм позволяет нам сказать, нет, товарищ Пимин, ты знаешь, к сожалению, 2 часов нету для тебя. Максимум мы готовы выделить там 15 минут, да, то есть 15 минут. Остается, допустим, 8 минут. И теперь смотрите, вот бывает такая история, когда в программе мероприятий есть вопросы и думаешь, а вот там бы не забыть вот это, а вот там вот на этом мероприятии, на протокольном, надо же, если будет возможность, обсудим вот это. Я настоятельно всегда рекомендую делать такую вещь, как содержание, это классическая история, разные, да, то есть вопросы разные, вот давайте мы с вами вопросы разные, как раз-таки займем 8 минут. А то есть, кто эти вопросы разные озвучивает, как правило, это секретарь мероприятия, там, допустим, до начала мероприятия звонят секретарю, говорят, а там вот если минутка на мне останется, там, скажи, вот я вот выступлю, чтобы для меня там приняли протокольное решение, чтобы я его взял к исполнению. Вот такая история есть. Все, да, то есть видим, что 0, 0, 0, 0, все отлично, мы все укладываем, все в программу с вами создали. Способ введения, в чем здесь принципиально отличается? Способ введения в отдельном документе, это как раз-таки вот, что мы в отдельном документе ведем саму повестку, а в таблице, допустим, это у нас сейчас с вами представлен табличный вариант, да, и в файлах. То есть это тот случай, когда необходимо ввести протокол в файлах и сейчас, коллеги, одну секунду, но, допустим, по своей форме, да, то есть не устраивает. Я сейчас покажу, в принципе, типовая форма протокола, она здесь тоже формируется, и мы ее можем посмотреть. Дальше переходим. А, не рассказал. Не рассказал. Решение по поводу решения. Решение, это будет здесь заполнено автоматически после того, как мы с вами сформируем протокол, да, то есть решение. Какое решение? Принято, не принято. Оно сейчас будет заполнено автоматически. Обработка. Вот, видите, опять-таки она говорит, записать мероприятие. Она настоятельно рекомендует, она говорит, Володина, в отпуске, что же ты творишь? Ну, мы говорим, хорошо, записать. И вот формируется наша с вами обработка. В обработке как раз таки есть, предоставить предложение, материалы и тому подобное. То есть вот она, эта обработка пойдет там день за днем, день за днем, день за днем. То есть до определенного момента дойдет. Ну, давайте мы ее с вами начнем обработку. Она уже начиналась, потому что, видимо, у нас стоит автоматом. Да. И видите, первая задачка на исполнении. Но мы с вами упустили такой момент. Здесь у нас идет задача. Мы можем собрать сначала материалы, а потом пригласить. Либо классически сначала приглашают, а потом у нас собирает материал. Есть кнопка отправить приглашение. Ну, да, объект уже заблокирован. Понятно. Сейчас мы ему запишем, закроем. Приглашение отправим. Отправим. Конечно, отправляй. Тонкий клиент. У нас же все, у нас же все. Начинаются небольшие проблемы. Возвращаемся назад. Подновим. Вот, видите, коллеги, давайте сейчас покажу. То есть мероприятие, оно у нас, видите, подготовка высвечивается оранжевым, зелененькое, что наполовину готово. Но оно уже, в принципе, сегодня должно быть. Отправляем приглашение всем участникам. Видите, сразу написано. Отправлено. Автоматом заполняется. И у меня, как участника, возникает такое окошко. Принять участие. Ну, безусловно, если мы сейчас с вами немножко подождем, то у меня всплывет окно, которое покажет нам уведомление. Ну, в принципе, я вижу до сюда, я говорю, да, я приду. Выбирает время. Он говорит, заняты. Конечно, я занят. Для такого мероприятия всегда найду время. Вот. И видите, про что я говорил. То есть принято, проставляется автоматически. То есть, соответственно, тот, кто у нас там отклонит, да, то есть не сможет прийти, оно придет. Ну, вот давайте посмотрим на примере как раз-таки Володиной. Сейчас я запущу еще один сеанс. Мы зайдем под Володиной и просто посмотрим, как это будет дело выглядеть. У нас включено. настройка руководителя. Мы можем поменять, в принципе, ее формат отображения стала поставить не руководителя, а сотрудника. Это опять-таки все про настройки. Вот она появилась. Пожалуйста, видите, то есть у нее есть вебинар. Она в него заходит, открывается вот эта только что созданная карточка. Здесь показывается обзор, да, то есть и вот она все принять участие. Нет, я говорю, нет, не прямую я, ну, не могу я. Да, блокировку, потому что у меня не клиент, сервенный вариант файловой, поэтому система на меня ругается. Нет, не прямую. Разойдем. Это не проблема программы, это проблема у меня, потому что работает версия локальности. Вот, хорошо. Заходим в него снова и мы с вами сейчас посмотрим, как это выглядит в программе, да, то есть программа, участники, вот видите, отклонено. То есть она отклонилась, и мы будем знать, что она уже не придет. Соответственно, дальше у нас с вами идет перейти к исполнению. Если мы нажмем кнопку перейти к исполнению, то появится окошечко предоставить предложение, материалы и проект решения к применению повестки в мероприятии. Да, то есть, возможно, это будет есть. Вот оно дается описание кратко из самой карточки, то, что мы с вами вносили вот здесь в описательную часть, она, в принципе, в задачах идет. То есть у сотрудника появляется понимание вообще, чего от меня хотят, да, то есть не надо переходить в карточку, он хотя бы понимает, что уже, говорит, а, говорит, я знаю, мы про это говорили. Да, я, в принципе, все там подготовил, там файлы какие-то там, допустим, если надо, давайте вам скажем, что он файл прикрепит. Ну, давайте, пусть будет пригласительное письмо, вот это, файл, оно будет прикреплено. Файл прикрепился, мы его нажали, выполнено, и теперь смотрим, где у нас это появилось. То есть в обработке сейчас появится, администратор выполнил, да, то есть у него это все дело готово. То есть мы можем взять, посмотреть этот файлик, потом потом посмотреть, что он сделал и отправить материалы участникам, да, то есть материалы, материалы участников у нас будут тоже доступны. Если вдруг нужно, чтобы вот эти материалы, да, то есть присылает каждый исполнитель в обработке, да, если нужно, чтобы с материалами знакомились и другие участники, то ответственный секретарь, да, то есть здесь, он может просто эти файлы дублировать, допустим, загружать, ну, давайте тоже сам пригласить, но тогда появляется у нас файл самой карточки, и не нужно дополнительно переходить. коллеги, в обработке, ну, давайте, если есть, я могу сейчас просто быстро это все дело под собой сказать, что мы это все дело закончили. Выполним. вот видите, то есть чем и хороша развернутая обработка, это с точки зрения организации, а вот для демонстрации не совсем удобно, потому что приходится какое-то время ждать и терять. Вот, ну, суть здесь, в принципе, я думаю, будет сейчас ясна, да, то есть вот опять приходит задачка смотреть, то есть результат фотоознакомления у нас тоже, в принципе, будет фиксироваться, когда подойдет до этапа ознакомления. Перейти к исполнению, опять сформировать программу мероприятия, я говорю, сформировал, все, подготовил, вот, видите, у меня с небольшим опозданием, потому что файл вариант, он пишет, что типа я гуляю, напоминает мне об этом. А сейчас у меня сформировал программу и у нас была вот здесь такая настроечка, да, мы сделали специально, что для секретаря он формирует и отправляет на обработку результат. То есть наш председатель сейчас получает программу, получает вот эти все файлики, ознакомливается с ними и может принять решение либо вернуть в доработку, либо пишет, что проверим. То есть если сейчас мы нажмем вернуть в доработку, то мы вернемся опять назад на этап исполнения. Поэтому у нас председатель проверил, говорит, да, все хорошо, все замечательно, давай стартуем и так далее. А для чего сейчас это все дело сделаю, показать вам, как организовывается процесс ознакомления, чтобы мы с вами посмотрели. После того, как он проверил, он ее утверждает. В принципе, можно действия и здесь оставить, но, коллеги, опять-таки, посмотрите, мы изначально указали в процессе формирования генерального директора. Здесь не обязательно директор проверяет, здесь может быть юрист проверяет, либо отдел делопроизводства проверяет, либо какой-то корректор проверяет. То есть перед тем, как отдать на утверждение руководителю, проходит проверка. Вот, обратите, пожалуйста, внимание, про что я говорил о замечательной настройке релиза. Сейчас, видите, с синей стрелки у нас стоит задачка всех на ознакомлении. И если приглядеться, то администратору уже прилетела задача провести мероприятие. То есть система не ждет, пока они все ознакомятся, она уже переходит к следующему этапу. То есть вот у меня сейчас висит перейти к ознакомлению. Давайте я скажу, что я ознакомился. вот это два раза открылось, обновлю. То есть видите, да, то есть администратор и у меня переходит провести. Провести, подготовить. Вром, не за того отметился. Вот. Мероприятие. Перейти к исполнению. Подготовить протокол. Вот подходим к самому замечательному делу. Подготовить протокол. Что такое протокол? Протокол это собственно тот документ, который регламентирует этот процесс. И в чем удобство именно документа оборота при подготовке протокола? Здесь есть одна замечательная кнопка, которая называется заполнить. Да. И она заполняет уже по нашей с вами введенной программе. То есть нам не надо вот это дублировать сроки и просмотреть. То есть протокол заполнился, но мы с вами говорим протокольное мероприятие. И у каждого протокольное мероприятие должно быть решение. Кто-то выступил, кто-то выступил директор. Можно там написать фамилию, имя и так далее. Решили, что решили. Гулять и мероприятие. Срок. Посмотрите, то есть срок, сейчас мы говорим срок исполнения. То есть мероприятие завершилось, заслушали администратора, выступил такой-то и решили, что нужно гулять все мероприятия. Гулять все мероприятия, да, то есть мы говорим до какого числа, допустим, до 30-го, 23-59-59. Кому? То есть кто это будет гулять, кто этот счастливый человек? Опять-таки мы начинаем подбирать и смотрим, что ну пусть это будет Володина, она так прекрасно гуляет, она делает это профессионально, почему бы ей еще не дать время погулять? И опять, коллеги, обратите внимание, сейчас у нас с вами формируется протокольное поручение и у протокольного поручения может быть проверяющий, может быть контролер, может быть состояние, да, то есть дата исполнения. То есть опять мы это все дело с вами можем посмотреть, отследить, в отчетах проверить, кто там проверяет. Ну давайте, пусть это будет администратор, или давайте вот здесь контролер-администратор. Я вам покажу, где это смотреть. Бывает ситуация, что по одному вопросу принято несколько решений. Как это отразить в программе? Очень просто. Мы с вами берем, копируем и посмотрите, вот у нас пункт 1, да, мы видим, что вот здесь наше мероприятие, а номер пункта протокола, мы допустим, вот возьмем, скажем, два. Гулять все мероприятия, или что у нас там, не гулять, играть, играть в игры. Я утрированно коллеге его просто показываю, сейчас как это сделать. Вот, видите, он пишет, что номер не уникален, то есть система говорит, что за номером 2, 2 у нас уже есть, поэтому у нас с вами должен быть пункт 1, 1, да, то есть давайте смотреть, 1, 1, есть, то есть первый пункт такой, такой пункт такой, ну, понятное дело, что мы можем отсортировать, либо это просто дело поднять кнопочками, то есть мы будем видеть, то есть основное, вторичное, либо, допустим, можем как сделать, здесь смотрите, можем сделать, создать пункт 1, 2, если у нас вопрос первый, допустим, кому-то нравится так, а здесь пункт уже 1, 1, ну, логика везде, она присутствует своя, потому что каждый клиент индивидуален, и каждый запрос индивидуален, ну, соответственно, мы с вами говорим, что требует решения, записываем, и сейчас я вам хочу просто подемонстрировать как раз-таки вот это, то есть если мы с вами разобрали, посмотрели, а карточку мероприятия, карточка мероприятия, и здесь можно выбрать заголовок, заголовок, коллеги, это то, что будет написано, либо это протокол, либо это повестка, либо это список участников, пожалуйста, то есть мы с вами выбираем, что у нас будет в своем протоколе, и вот у нас с вами протокол, вот она компания, вот она участники, вот она время проведения, вот оно все, что у нас рассмотрелось, дальше протокол, и смотрите, здесь по каждому вопросу слушали, выступил, решили, да, то есть что гулять, кому исполнитель, срок до какого, кто контролирует, и так далее, то есть это все дело идет, ну, и соответственно, тут классика, председатель, секретарь, подписи, если мы это дело подписываем электронно, то нам необходимо добавить соответствующие этапы, настроить визуализацию штампа. Если мы это там распечатываем вручную, ведем и храним где-то какие-то мероприятия, то тогда уже мы это делаем. Здесь, я думаю, это все понятно. И, собственно, время нас ограничивает. Время, к сожалению, очень-очень-очень безжалостно. Я бы хотел вам показать, хотя бы давайте я чуть-чуть, но затрону вопрос, связанный с исполнительной дисциплиной. Давайте мы с вами посмотрим, как это дело будет выглядеть. И вот здесь в протоколе я сейчас нажму администратор, чтобы вы это просто дело увидели, как это выходит с точки зрения задач. Выставки решили проверить тестовое подключение. Ну, конечно, по настройке обработки документов, неважно. То есть у нас это с вами все дело есть. Перейдем в карту обработки. Я исполню о том, что я подготовил протокол. Сейчас это, опять-таки, дело улетит на ознакомление с программой мероприятия. То есть это, видите, идет на утверждение. У нас уходит кислых. Он говорит, что утверждаю. Или будет исполнитель, которому поручено. И дальше это идет уже как бы вот на обработку дальнейшей. Мы должны с вами будем потом уже это дело изучить. То есть если каждому ушло, то каждому своя будет задача. То есть здесь та же самая схема обработки у нас есть, которая включает в себя классическую историю. И вот видите, он пишет, обработка завершена. То есть обработка завершена, потому что считается, что если это ознакомление, то все это дело в форуме. Давайте все-таки быстро вам покажу, как организовывать согласование. То есть, в принципе, здесь ничего особо такого нового не увидим. А вот текст сообщения. И здесь есть такая история. Добавить голосование. Голосование дать неправильно, некрасиво. Выдать премию баранками. Да, нет, не знаю. Пожалуйста. То есть опять можем добавить варианты и дело все уже сделать. В качестве, понятно, в качестве опять-таки коллеги рекомендую, когда будете использовать обработку, вот здесь сделать отдельную задачку, отдельный пунктик проголосовать. Принять участие в голосовании на форуме. То есть чтобы коллеги знали, что до начала мероприятия, либо там во время, либо после его окончания, было какое-то уже действие. Ну и, соответственно, каждый, кто у нас будет заходить, голосовать, он будет здесь все это дело... То есть можно прокомментировать, если надо будет. После того, как мы с вами это все все проголосовали, то можно завершить голосование. То есть мы его закроем. Видите, допустим, можно отменить, либо удалить, либо проголосовать. Закрыть тему. После того, как мы закрываем тему, соответственно, голосование становится недоступным. И таким образом мы можем голосование обеспечить по каждому вопросу. Ну, вот, допустим, да, по повестке. По такому-то вопросу проголосовали. И вот эти результаты голосования, опять-таки, можно потом отдельным образом настроить, вывести, посмотреть. Ну, здесь, понятно, где его печать. Здесь, как у кого нет, она печатает страница. Вот, что касается голосования, да, то есть, ну, это уже можно посмотреть. Настроить, выводить результаты, либо там вот отправить, но опять отправить, отправляется обсуждение, а не само голосование. Коллеги, так вас задержал немножко. В принципе, кратко по мероприятиям вот такой большой-большой блок. Теперь бегу быстро в ваш чат. Вижу, что вопросов немного. Сейчас быстро ответим. Если доказывать мероприятие, создавать свой гриф секретности, получится очень большой список. Да, Михаил, совершенно верно. Я говорю, что здесь это не совсем удобно, но когда нужно закрыть доступ к определенным мероприятиям, то можно использовать гриф. Либо, опять-таки, настройка доступности ее никто не отменял. Где задается, какие места мы можем использовать? Где задается, Светлана? Где какие места вы имеете в виду? Где проводятся мероприятия? То есть реквизиты места вы имеете в виду? Вот место вот здесь, наверное. Мы с вами говорили, это справочник. То есть если мы сейчас его откроем, то это стандартный справочник. Выбор помещений. Справочник помещения, он, в принципе, по поиску вы его можете найти. Так, помещение, территория, вот он, в бонусе. То есть мы, если с вами посмотрим, то здесь можно создавать и вложенные структуры корпуса, опять-таки, как матрешка. И у каждого помещения, коллеги, оно, кстати, заметьте, может быть доступно для бронирования. Если, допустим, мы проводим с вами заседание в каком-то актовом зале, да, то это еще включается дополнительный функционал бронирования помещений. То есть его тоже нужно учитывать. Спасибо за внимание. Пожалуйста, приходите еще. Если мероприятие требуется утвердить несколько документов предприятия, можно ли их как-то прикрепить не в форме? Я не совсем понял. Если на мероприятии требуется утвердить несколько документов предприятия, можно, мы можем добавить с вами изначально, я говорил, что в карточку, да, то есть когда мы с вами создаем мероприятие, давайте просто быстро создам и покажу. То есть мы, когда создаем мероприятие, мы, в принципе, сюда можем уже вот в разделе файлы прикрепить эти файлы, которые вам нужны. То есть можете два-три документа прикрепить, и, пожалуйста, они будут. Здесь нас никто не ограничивает нашими возможностями. А как можно посмотреть свободно сейчас комната? Хорошо, понял вопрос. Значит, смотрите, это, собственно, свободно комната или не свободно? У нас есть понятие, как бронирование помещений. То есть если посмотреть, здесь конфигурация не настроена, это отдельная тема, скажем, могу только вот пробежаться, так сказать, показать. То есть бронирование, оно будет, бронирование помещения, оно будет в соответствующем календаре. Но сейчас у нас нет никаких мероприятий, этих помещений для брони. Ну давайте я создам для примера просто, чтобы нам посмотреть. Давайте я его так и назову. Актовый. Актовый. Чтобы бронировать помещение, нам необходимо создать соответствующего участника соответствующую ролью, чтобы он имел право бронировать. И нажал на схему. Мы его говорим, что можно бронировать, да, то есть и вот видим ответственные, ответственные за хозяйственное обеспечение и так далее. То есть в броне вводят только ответственные. То есть не каждый, кто захотел, тут я забронировал, отцентрализован, но только один человек может там бронировать помещение. Соответственно, вот мы видим, что потом у нас появится здесь списочек полных, да, и будет уже записано, кто за кем забронирован. Ну давайте вот мы актовый зал забронируем. Количество человек у нас сегодня с вами, ну пусть будет сейчас 18, да, то есть вот с часу до такого-то у нас будет бронь. Комментарий. Совещание. Совещание. Да, он у нас спрашивает. Причем, посмотрите, можно настроить эту историю повторно, что у нас с вами еженедельно, пятницу, завершение, через пять повторов. И мы уже заранее закрепляем за вот этим мероприятием вот эту комнату. То есть это очень удобно в плане того, что потом мы не будем думать, а кто-то занял, а кто-то не занял. А как вот узнать, а где посмотреть, да. То есть вот видим, что вот опять уже 26-ой открыл. Занят. За нами занят. То есть 4-ого свободна. И так далее, да. То есть мы это делаем все наблюдать. Свободна, не свободна, да. То есть, Светлана, отвечая на вас вопрос, то есть она не будет серым. То есть сейчас вот на 6-ое число свободна. Как только она будет занята, да, то есть она будет показана. Плюс еще здесь можно указывать вместимость, либо, допустим, подбирать время. Понятно, когда очень много переговорных, мы можем это дело варьировать. Мы можем смотреть, какая переговорная свободная. Такой функционал есть. Пожалуйста. Так, возможно, кто-то хочет голосом что-то спросить, задать. Пожалуйста, коллеги, задавайте вопросы. Если вопросов нет и кому-то нужно бежать, всем огромное спасибо, что приняли участие. Мы всегда рады. Заходите на наш сайт. У нас там очень много различных мероприятий. Это не только по документу оборотов. У нас очень много экспертов, которые ведут и в области нормативного регулирования, коммерческой, управленческой деятельности. Очень много всего. Поэтому приглашаем. Всегда рады. Спасибо вам большое. Всем хорошего дня. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok